Главная новость дня, увы, трагическая. Вчера вечером на территории Селенгинского ЦКК нашли тела пяти человек. Еще одна женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в отделении реанимации Кабанской ЦРБ. На сегодняшнее утро состояние пациентки удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. Работники комбината отравились неизвестным газом в коллекторе. Следственный комитет по Кабанскому району возбудил уголовное дело. Подробности через пару минут в большом сюжете Алтаны Мункуевой с места событий. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В субботу на Верхней Березовке сгорел недостроенный дом. Огонь перекинулся на лес. Пожар тушили несколько часов. Его площадь составила около трех гектаров. Напомним, что с 12 апреля по 1 мая вход в лес запрещен. В Тункинском районе на федеральной трассе прошел камнепад и оползень. Администрация Тункинского района просит водителей временно воздержаться от поездок в Монду в темное время суток. Наш земляк Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, уехал на Донбасс. Он неоднократно выступал в Донецке с концертами в 2004, 2016, 2017 и 2019 годах. Сейчас же Хаски планирует снять документальный фильм о сотрудниках Луганской филармонии. С момента мобилизации на Донбассе артисты оркестра взяли в руки оружие. Да, мы артисты, мы вместе работаем в одном уже по-военному подразделении, в одном филармонии. Но эти люди для меня, скорее, совсем по-другому. Ходит, елки выдергивает. Нам, говорит, сажал, посадишь еще. В субботу на площади революции девушки-вандалы вырвали из клумб саженцы елием. Вот как они сами объяснили свой поступок. Тебе самой-то не стыдно? Тебе самой не стыдно? То есть ты считаешь, что это нормально в центре города, ходить ночью, вырывать деревья. Юных вандалов доставили в отдел полиции. Специалисты городского лесничества занимаются реанимацией елей.